Всем привет, ребята! С вами Ультраст Азурлайн, и сегодняшним темой видео является обзор патча от 14 июля для англоязычных серверов. До 21 числа пройдет Light Rerun ивента Dreamwalker Butterfly, в простонародье также известный как ивент National Nano, да, тот самый авианосец, радужные редкости, наконец-то можно будет снова получить, да еще вдобавок в более упрощенном порядке. Light Rerun это когда у нас 45 круто, в сумме можно будет достать просто так, потому что из заданий, из магазина ивентов, из всего самого, можно будет получать билеты, 45 билетов в сумме, также с миссией там, по-моему, билеты будут выпадать. Короче говоря, в сумме вы сможете за Light Rerun, который идет в следующей неделе, вы сможете выбить 45 билетов, и это по сути 90 кубов, потому что они будут считаться в общей гаще. Для того, чтобы выбить гаранта Машинана, нужно будет потратить 200 круток 400 кубов, и вот вам сразу же игра дает скидку в 45, если будете активно действовать во время этого ивента. По-моему, это шикарная, замечательная новость, поздравляю. Также вот этот самый Light Rerun будет упрощен фарм, прохождение локаций, короче говоря, все круто и все замечательно. Будет мини-ивент на получение ранки с бабочки в честь этого самого ивента, аренда скинов на Альжири, тот самый новый скин, который вводят только один в этом патче, Амаки и Суркуф. На Суркуф скин в Лейв 2D. Ну и разумеется, сами корабли, помимо тех, о котором я говорил, Шинана, до 21 числа будут добавлены и остальные корабли с этого ивента. На Кии, Сузусуки, Кашина, Читосы, Чи Йода можно будет вытащить с гачи. Я делал видео, подробное видео, на том, что эти корабли представляют, стоит ли выбивать остальные корабли. Посмотрите, пожалуйста, изучите. За аккумуляцию ивентовой валюты Кумана можно будет получить аж до 28 июня. Смотрится круто и замечательно, ребята, девчонка крутая. А Кии можно будет вытащить из ивентового магазина, помимо всего прочего. Реран старых скинов на Шинана, Суркуф Лейв 2D, Сузусуки, Кии, Кашина, Кумана, Амаки, Читосы, Чи Йода, Николас, Свифтшур, Рено, Хермионы Лейв 2D и Карус. Отдельно следует выделить именно скин на Кашина, да, возвращение легенды, потому что скин Лейв 2Dшный. Просто шикарно удивительный, был бы еще корабль, хоть, ну и то, чтобы супер полезен, хотя бы вменяемо полезен, цены бы ему не было. Можно будет купить за целую неделю Дорм в стиле Сакуры. И также можно будет приобрести гир-скин-боксы с этого самого ивента. И в донатном магазине Limited Build Supplies, Decor Token Paki, Limited Strategic Paki, пожалуйста, то, что называется, покупайте. Хотя я все-таки гемы в нынешних рариях не стал бы тратить абы куда. Появится специальный архив для мета кораблей, которых вы не успели получить. А в данный момент в этом архиве будет Херю Мета и Арк Ройл Мета. С ними все не так просто. Во-первых, в военных архивах они будут находиться именно в этой вкладке. Количество заработанных очков с того раза, когда в актуале эта мета была, будет перенесено в военный архив. Вам не придется гриндить с нуля. Чтобы сразиться с метой, нужны будут архивных координат 100 штук. В день можно будет получить 200, а всего накопить аж 1400. Если вы будете помогать с архивными методами, вы не будете получать ничего. Уровень мета всегда будет 15. Будет автобой, причем автобой будет ходить, как я понял, за вас, будет идти 15 минут. То есть вроде как это выглядит очень интересно. Вы поставили, но 15 минут сам там горбатится ради вас. Шикарно! Но я полагаю, это не самое важное, ради чего вы сюда пришли. Ребята, прототипы пятой волны наконец-то добавились. Это настоящее безумие. Лэрдж Крузер Брест французский. Лайт Крузер легкий крейсер Радужный Плимут. Авианосец Чекалов советский. Линкор Принц Руперт. И китайский золотой легкий крейсер Харбин. Китайский прототип. Это еще более безумно, чем советские авианосцы. Это жесть какая-то. Тем не менее, они реально это вводят в игру. Говорят, у Харбина пока что не будет озвучки. Остальным озвучку вводятся. Обещают, что какие-то условия для строительства будут другие. То есть нужно будет сразу зайти. И мы зайдем в 6 часов вечера, сразу в патч закатимся. И увидим, что же там такое наворотили. И динамические скины на Брест и Плимут появятся позже. То есть они двигающиеся будут позже. Не сразу же вводятся. И они не уточнили насчет анимации появления. Будет ли она как в корабле из гачи или нет. И кстати говоря об анимации появления. Посмотрите на эту прелесть. Это просто шикарно, удивительно и восхитительно. Да, Шинана вводит анимацию появления. И новый КВИП также появится из исследований 5 сезона. Счетверонное 152 мм орудие. Счетверонное 30 мм ПВО. Су-2. ВК-107 или ВИТ-2. Тут смотри как его называть. Это как я понимаю оба самолеты. Счетверонное 330 мм пушка. Для крейсер-бигов. То есть получается она будет радужная. И Твин 130 мм. Нужно будет точно смотреть. Но пока что мы знаем, что советский бомбардировщик будет с топ-мачтовыми бомбами. То есть они будут грубо говоря прыгать. Что честно говоря Чикалова сделает несколько более уникальным. И наконец-то появляется такая вещь, которая называется очередь исследований. Вы сможете поставить в очередь до 5 исследований. И вот они будут выполняться. И после этого вам нужно будет после 5 исследований зайти. Да, нажать пару кнопок и поставить их заново. По-моему это великолепная идея. Большое спасибо разработчикам что-то сделали. Теперь спать по будильникам больше не нужно. Те, кто там за первые 3-4-5 месяцев получали радужный корабль и делали его уже прям боеспособным. Ребята, поздравляю, вы наконец-то выспитесь. И новый специальный эквип на Жан-Бар. А специальный эквип он может сделать корабль очень сильным. И Глориус будет также добавлен. А из особых изменений. На некоторых картах появится счетчик оставшихся врагов. Уж не знаю зачем это нужно, но спасибо. И будет появляться сообщение, что если вы разобрали корабль, и там был какой-то специальный эквип, то вам об этом скажут. И стяли лимит на запрос помощи в мета-боях. Вот такой большой, огромный, колоссальный день. Активности, которые были с Жофре, Ленин Демитабел и новый английский интерпрайз подошли к концу. Сегодня мы прям будем просто по-жесткому вкалывать в этот день важный. Во-первых, у нас первый взгляд с 12 часов дня. Гримлайта. Очень перспективная новая игра, которая совсем недавно вышла. В 6 вечера стрим по Azur Lane'у вкатываемся, смотрим, изучаем, что же нам понадобавляли. И в 8 часов вечера Аркнайтс, Рогалик, Реран, Даска, чего там только не будет. Анигиляцию мы уже пощупаем. Короче говоря, накатим как следует. Так что всего хорошего, удачи, надеюсь увидимся. До скорых встреч, пока-пока.